Духовность До определенной степени уже выветвился у него смысл Потому что сейчас под словом духовность Пониматься может быть все что угодно Поэтому я бы начал с того, чтобы это слово расшифровать каким-то образом Итак, как можно определить духовность? Наверное, сразу стоит сказать то, что Мы не будем сейчас давать какого-то жесткого определения этого слова И уж тем более я вам не смогу сказать, что есть духовность Но мы сможем по определенным проявлениям в этой мире того, что подразумевается под этим словом И на определенном опыте делать какие-то выводы Итак, если мы посмотрим на окружающее нас сообщество людей, которые развиваются Йогов, эзотериков, практиков и так далее То можем увидеть, что существует определенный набор ритуалов, дресс-кодов и так далее Формальностей Но являются ли они при этом духовностью? И да, и нет Нельзя сказать однозначно Все это необходимо в какой-то мере для того, чтобы поддерживать то состояние сознания И поддерживать те мотивации, которые у людей на этом пути есть Поэтому, с одной стороны, да, это будет каким-то образом относиться Но это не определяет, насколько человек духовен или недуховен То, как он одет, то, как он умело выполняет те или иные ритуалы и так далее Что мы дальше можем увидеть? Дальше это мы можем увидеть процесс обучения Разнообразное обучение Правила, обеты Что еще? Практики Передачи Является ли этот процесс духовностью? Да, это тоже определенная часть пути Те инструменты, которые нам также позволяют И укрепить мотивацию И с практической точки зрения укрепить себя на этом пути, на пути развития Важный момент Давайте отметим, что путь духовного развития Это именно путь развития, а не чего-либо еще Не путь наслаждения, не путь удовольствий Не какой-либо другой путь, который как получится А путь именно развития личности В перспективе именно того Не той личности, которая отдельная у нас в этой жизни А путь накопления опыта Который позволяет нам приобретать необходимые качества Чтобы на этом пути каждый раз продолжать двигаться Из одной жизни в другую Из одной жизни в другую Вообще, наверное Ну, мне так кажется Что на эту йогу-волну Скорее всего уже смотрят люди Которые, в принципе, разобрались с понятием Множества жизни, реинкарнации и так далее Но тем не менее, даже если мы считаем Что мы с этим разобрались То жизнь, а точнее наша самскара и наша карма Они берут свое И как бы мы не были интеллектуально образованы Как бы мы, сколько бы лет мы не занимались практиками То, что происходит в реальности Оно часто далеко от ожиданий Поэтому всегда нужно помнить про то Что духовное именно развитие Оно определяется не столько формой, сколько сутью И не столько всеми формальностями Знаниями, которые нужны Они нужны и важны Но в первую очередь Этот путь определяется поступками человека И теми результатами К которым эти поступки приводят Причем не только для самого человека Но главным образом Для того Для тех людей На кого эти поступки направлены Потому что любую Когда мы берем любую развивающую систему Мы имеем в ней два аспекта Это Личностное развитие И это служение То есть то, насколько То, чем человек занимается для развития себя И то, чем человек развивается для развития других Можно прям так обозначить Причем Для развития себя Это неплохо Это очень даже хорошо Но при условии того Что это Промотивировано тем Что это делается Для того, чтобы Эффективней Заниматься служением То есть Никакая практика Какая бы она ни называлась Насколько духовной Не должна быть Сама целью То есть для того, чтобы Улучшить что-то у себя Для того, чтобы Добиться чего-то Если Цель в этом То это значит, что Скорее всего По моему мнению Это значит, что цель потеряна И Мы снова приходим К решению каких-то своих проблем С достижением своих планов Амбиций и так далее Поэтому поступки Это самое важное Это, наверное Как раз Можно сказать то, что определяет Уровень духовного развития человека Какие поступки И кому от этого будет польза Есть очень интересная поговорка Которая говорит Суть которой примерно в следующем Была ли польза кому-либо От того, что ты прожил этот день Каждый конкретный день Это тоже очень важный момент Потому что Важно, как мы живем И о чем мы думаем Буквально каждую секунду Почему так? Потому что Фундаментальная основа этого мира Это непостоянство Непостоянство Это то условие Благодаря которому Прошлое перетекает в будущее И поэтому Все наши тенденции Которые формируются Мгновенно В течение всего дня Всего года Всей жизни Каждая из них Эти тенденции Становится основанием Определенным Строительным блоком Для Последующей формы То есть Мы каждый момент Следующей времени Являемся тем Чем были до этого Вот с этой точки зрения Действительно очень важно То, как мы проживаем Каждый день А естественно Сейчас условия У многих такие Кали-юга Все дела Сами понимаете Что часто бывает И не до духовности Часто бывает так Что человек Озабочен все-таки Решением В первую очередь Своих проблем Без которых Он не будет Выживать в социуме И это тоже важно Как бы мы не хотели Быть духовными Но При этом Мы не Должны Упускать Из виду То, что нам нужно Адекватно существовать В обществе То есть Такие структуры Как семья Которые у многих Уже есть Как родные Близкие Дети И так далее Какие-то обязанности Может быть Которые уже есть Перед обществом Они Не должны быть В ущерб Вашей духовности Нужна определенная Грань Или золотая середина Которую найти Никто вам не поможет Кроме вас самих Не определит И вот для этого Как раз существуют Методики йоги Почему Какая связь Почему именно йога Йога Это один из мощнейших Инструментариев Для работы над собой А почему Работа над собой Потому что Все очень просто То, что происходит То, как мы себя ведем Оно непосредственно Зависит От нескольких факторов Конечно же Оно там зависит От кармы Это все От самскара И так далее Это все С этим ясно Но Каждый момент Очень важная Составляющая Это состояние Нашей энергии Состояние нашего сознания Если на состояние сознания Большей части Оно все взаимовлияемое Если на состояние нашего сознания По большей части Влияют наши Самскары Наши привычки То энергия Она очень переменчивая Она может меняться По нескольку раз По многу раз за день Но тем не менее Она Как бы посерединке То есть Первый уровень Такой уровень сознания Ментальный уровень Скажем так Затем уровень энергии И грубый уровень То есть Это уже наши поступки Полностью созревшие Кармические плоды Которые Воплощаются В каких-то конкретных результатах И вот именно Через энергетическое состояние Это действует А это Как мы знаем В это входит Очень большой круг понятий В том числе И питание В том числе И Сфера Деятельности Ваш круг Общения Направленность Вообще Все ваши мотивации То есть Это все влияет На то Как В каких объемах И куда будет протекать Энергия в теле От этого От этого многое зависит Чем больше Нестабильности И разрозненности В этих энергетических потоках Тем Больше будет Нестабильности И в проявлениях Человека Самого Более того Сейчас Включаются В общество Определенные рычаги Которые Энергию Людей Стягивают На нижние чакры А это значит Что человек До определенной степени Становится Слепым И необъективным И этот человек Становится управляемым И тут как раз Нам приходят на помощь Практические методики йоги Нам приходят на помощь Различные писания Нам приходят на помощь Дхарма Если брать в широком смысле То есть Учение Об истине Учение о развитии Нам приходят на помощь Все эти инструменты О которых мы с вами постоянно Говорим 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 И это очень хорошо Что мы о ней говорим Это очень хорошая Самскара Если ей удастся У нас с вами закрепиться Так вот Очень важно На первом этапе Понять То что управляется В этом мире Все грубые процессы С энергетической точки зрения Какая будет Вас окружать энергия Так вы будете себя вести Как будет У вас протекать Протекать энергия Через вас Так вы будете себя вести И соответствующие будут И результаты И так далее И вы уже будете на основе этого Строить дальнейшую свою жизнь Поэтому Всегда говорится Занимайтесь собой Занимайтесь собой В первую очередь Меняйте себя С одной стороны А с другой стороны Мы уже с вами выяснили Что Только на себе Зацикливаться Бессмысленно Это тупик определенный Что значит Менять себя Наверное В общем случае Можно сказать Стать сильнее Для того Чтобы Не энергию Вами управляли А вы Ими управляли То есть Например На Курсах По йоге Люди обучаются Как Изменять Стоки энергии в теле Как поднимать энергию И так далее С помощью Различных методик Асан Пранаям Медитативных техник Что касается Самих медитативных техник Это еще более широкое И еще более Сущностное понятие Оно нам позволяет В первую очередь Увидеть Всю полноту Этой картины Как На всех уровнях Буквально То есть Увидеть И проблемы И их решения Причем Самое важное Что это проблемы Надо с них начать От чего люди Не Смотрят В сторону Духовности В сторону Развития Вообще Потому что Они не видят Проблемы Они привыкли Жить В Какой-то Иллюзии Удобной И приятной По их мнению В которой Большинство окружающих Живет Ну остальное Все Трава не расти Вокруг И Не задумываются Никогда Об О том Что эта жизнь Когда-либо Кончится О будущих Жизнях И так далее Не задумываются О последствиях Своих поступков В этой жизни То есть Есть определенный Уровень Морока Невидения Который Не дает Это сделать И вот На начальных Этапах Особенно Очень важно Постараться Покрывало Морока Приподнять Именно с помощью Медитативных Техник С помощью Ретритов С помощью Различных Практик По успокоению Ума Их Неверное количество Много У нас Уже Например В клубе Накоплен Большой опыт По ретритам И многие Преподаватели Регулярно Проводят Ретриты Мы тоже Проводим Ретриты Которые Как раз Это видно Просто По отзывам Людей Которые Позволяют Людям Именно Сделать Первый шаг Это осознавание Проблемы И вот тогда Только у человека Включается Какой-то переключатель Включается И он начинает думать Что что-то вокруг Не так Что-то происходит И начинает копать И это уже Пол дела Считать что сделано Потому что До тех пор Пока этот процесс Не начнется Ну ничего не будет Происходить Не бывает такого Чтобы человек Поверил в сказки Но когда Эти в кавычках Сказки Становятся реальностью То есть Когда он понимает Что да Энергия существует Что да Если я Поедаю Плоть других Какое-то мясо Или что-то в этом духе То да Ответственность Будущим нести Придется Да Если я Употребляю Какие-то Дурманивающие вещества Последствия будут Проблемы будут У всех вокруг Не только у себя И это реальность И чем дальше Тем начинается Самое интересное Следующее Что человек узнает Это методики Методики Которые помогают Со всем этим работать Менять энергию Продвигаться дальше В постижении себя В медитации В успокоении ума И так далее Причем Все это работает На любом уровне И в любых объемах Если у вас Времени Не очень много То есть Уделяется время Столько Сколько Сейчас Вы можете себе позволить Не значит То что В медитации Надо сидеть Минимум Несколько часов Или минимум час Час Вообще Это очень хороший промежуток И именно Те практики Которые у нас Даже онлайн проводятся За этот час Люди получают Колоссальный опыт Но я знаю Что Есть практикующие У которых Большой уровень Пока еще большой уровень Занятости И Которые Практикуют Небольшой период времени Например Там 15 минут медитации Но зато делают Это регулярно С такой постепенностью Тоже Возникает Так тоже Получается результат Но самое интересное Как правило Еще дальше будет Опять же Вне зависимости от того Насколько Вы вовлечены А все мы вовлечены В социальную активность В какие-то Социальные институты Структуры И так далее То есть Мы все связаны С друг с другом В одном обществе Но тем не менее Тем не менее Для всех На пути Есть определенный Ключевой момент То что В конечном итоге Как бы мы Не старались Продвинуться На этом пути На пути Духовного развития Все адекватные Практики Приходят Примерно К одному и тому же То что Нужно Двигаться Прикладывать усилия Но не для себя А для окружающих Почему так Тоже наверняка Наверняка Вам известно Но И так же хорошо Так же Так же известно Что это все Знание Оно забывается И выветривается Это очень здорово Что вам удалось В субботу Присоединиться К йоговой волне Это невероятно Здорово Потому что Не все могут Себе этого позволить Даже те кто хотят Могу сказать На примере Занимающихся Которые ходят В городе У нас В зал Им Сложно Достаточно Большинству Пока Уделять свое Внимание Йоги Хотя возможно Кто из вас Смотрит сегодня Йога волнует И здорово Так вот Почему Необходимо Помогать другим Вот есть такой Факт Просто проверенный Временем Для того Чтобы Адекватно Двигаться И адекватно Дальше Не только В этой жизни Но и в следующей В этой жизни Нужно стараться По максимуму Отдавать 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 И отдавать То есть Причем не просто Отдавать А так Чтобы у других Развитие еще было Здесь еще один принцип Который мы с вами Будем обсуждать Это принцип Эффективности Наших усилий А это тоже Очень важно Вообще Вот в этом мире Есть одна Позиция у людей Привычно Жить так Как удобно Привычно Жить так Как Уже Нас научили Привычно Жить Так Чтобы Вроде как С одной стороны Все было С другой стороны Как говорится Ничего за это не было Но В реальности Это не совсем так Потому что Если действительно Вы живете Хорошо У вас нет никаких проблем Все хорошо складывается То это признак Скорее всего того Что у вас продолжают Накапливаться долги Долги Не из денежных Банкнот в этом мире Но долги Кармические Потому что мир сейчас Устроен так И люди живут так Что они живут Практически все время В кредит Я не имею ввиду Кредит То что они пришли В банк И взяли кредит А то Чем они в этом мире Обладают За счет чего Вообще живут Потому что Потенциал сейчас У людей просто Огромный Большой И это очень важно Это позволяет Реализовывать Те задачи Опять же Потенциально Позволило бы Реализовать Те задачи Которые перед нами Стоят В плане Развития То есть Уроки Так называемые Те Нерешенные вопросы Которые остались В прошлых жизнях А это тоже очень важно Пока не решится ряд вопросов Нам не удастся Пойти дальше Почему Я об этом Обо всем напоминаю вам Потому что И много раз еще Буду напоминать Потому что Действительно Я имею ввиду Проблемы Многие практики Которые Начинают заниматься Йогой Они очень легко Приходят к тому Что Вот Часть определенных Жизнных проблем С помощью йоги А у человека Решается Появляется больше Жизнной энергии То есть Если Брать несколько Этапов Которые происходят Поначалу Мы Осознаем Определенные вещи Зачем начинаем двигаться Потеем на коврике Прикладываем много усилий В практиках В разных Посещаем там Семинары И так далее И через какое-то время Действительно Да Начинает Все вокруг Постепенно улучшаться По-разному Кому-то Больше придется потерпеть Кому-то меньше Но Вот после Скажем так Первый этап Проходит После первого этапа Человек выходит На определенный уровень Осознанности То есть Он определенные вещи Осознал От определенных Пагубных поступков И определенных Пагубных мотиваций Допустим Отказался уже И вышел на определенный уровень И вот на этот уровень Здесь возникает Первое препятствие Люди часто успокаиваются На этом уровне Очень хорошо Оставаться Заниматься Потихонечку Йогой Так Потихонечку Чтобы Все было хорошо Там Я даже не рассматриваю Случай Там Работа Не работает И так далее Какие-то еще дела Но факт Что человек Делает первый шаг На духовном развитии Отказывается От совсем уж Странных вещей О которых Даже и говорить Тут странно будет Типа мясоедение Алкоголя И многих вещей И многих вещей Которые С головой Делают Очень странные вещи В конечном счете Не говоря уже О кармических последствиях И вот в этом состоянии Человек застревает На какое-то время То есть все хорошо Получилось Удобно Некоторые проблемы Решились И люди Перестают Прикладывать усилия Потому что Чем дальше Мы двигаемся Тем Понимаем Больше понимаем Что усилия Приходится Прикладывать Постоянно Именно для развития Причем развитие Это не прогресс На коврике И не только Улучшение Своего состояния Любое Любое достижение Должно быть Для чего-то Достижение Ради достижения Ну хорошо Что с ним делать Достижение Ради других Это Можно сказать Высшая цель Если вы можете Себе это позволить Тогда Тогда Наверное Можно считать Что Мы идем по пути Именно реализации Духовной цели А не просто Так сказать Используем Слово Это слово Сейчас В духовности Вот Опять слово Духовность 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 Уже Можно смело Ставить кавычки В духовность Можно играть Духовностью Можно торговать Точнее не можно А это К сожалению Иногда происходит Можно Ее всю жизнь Искать Даже можно Ее найти А кто-то скажет Да я знаю Что такое духовность Что вы мне тут Рассказываете Я уже все понял Но К сожалению Часто бывает так Что люди Которые говорят Я уже все понял И все осознал Они так как раз Наоборот В этом пути Останавливаются То есть Человек Выйдя на определенный уровень Перестает прикладывать усилия По разным причинам Он может Заниматься йогой Не заниматься йогой Если он занимается йогой Он может заниматься той йогой Которая для него удобна Или то Которое Как он считает Нужно Но Не всегда Но Во многих случаях Наблюдения Просто показывают Что Это именно Что это именно тот случай Когда происходит Застой определенный Ведь йога Она сама по себе Включает в себя понятие Такое понятие Как аскезы То есть Постоянное преодоление себя Нужно принять За аксиому То Что преодолевать нам Много Нужно много Для того Чтобы хоть как-то развиваться И чем выше мы хотим Чем выше мы хотим Подняться на следующий уровень Тем еще больше Приходится прикладывать усилий И это нужно делать постоянно Но очень Такая опасная ловушка Которая подстерегает Всех И преподавателей йоги В том числе И даже преподаватели йоги Которые прошли курсы В клубе ОМРУ И казалось бы Все знают про Прикладывание усилий Про эту мантру Которая Мантра Знаете такая мантра Терпеть и прикладывать усилий Это такое Этой мантре Неформально Обучают у нас На преподавательских курсах Но это очень жизненная мантра И на самом деле Если Студент И выучил И запомнил Это Очень хорошо Лучше всяких экзаменов С асанами Терпеть и прикладывать усилия Но это очень непросто Очень непросто Поначалу Есть определенный энтузиазм у человека То есть Начиная заниматься И повышая свой потенциал Человек выходит на определенный энергетический уровень На другой уже Он начинает вылазить с этих нижних чакр И понимает Что качество этой жизни Может быть совершенно другим И становится более Жизнеспособным Более энергичным И жизнь у нее становится более осмысленным И это все Вот когда все хорошо Оно тоже до определенной степени останавливает Останавливать может по разным причинам Во-первых Поначалу мы двигаемся Чаще всего у людей бывает определенный подъем Определенные эйфории и так далее Это Можно сказать По одной из версий Полностью раскрывающийся Потенциал из прошлого Но он тоже конечен И он ограничен И Если представить себе такую аналогию Примерно как ракета с носителем Которая выходит С земли Поднимается на орбиту Вот этот Бак с топливом Который к ней привязан Он помогает ей только на орбиту Вытолкнуть ее А ей Допустим Что ей нужно очень-очень далеко Дальше Улететь И вот она вылетает на орбиту Этот бак с топливом Отваливается Заканчивается И все На орбите она зависает Хорошо ей там А двигаться нужно дальше И вот именно для того Чтобы двигаться дальше Необходимо Заниматься служением И получать Соответственно благодарности То есть необходимо Запустить этот процесс И сто процентов Если вы эту лекцию Вы уже слушали Если эту лекцию Вы уже слушаете То этим Вы уже занимались В прошлом Это точно Потому что В наше время Даже Сесть На выходные Послушать йога Волну Это круто Но Если вы слушаете Сейчас то что я вам говорю Не потому что я какой-то крутой А потому что Вы в будущем Это слышали А если к вам уже информация Как это приходит В этой жизни То это Объединенный звоночек То что Вы И она не просто Так приходит Вы уже Потенциально можете Ее куда-то применять Можете этим заниматься Так вот Для того Чтобы двигаться дальше Необходимо Снова Включать Этот механизм Механизм служения И механизм Благодарности Благодарность Это такое слово Которое Определяет Процесс Энергообмена Когда к вам поступает Вы обмениваетесь Энергией С теми людьми С которыми вы делитесь Знаниями Практиками Знаниями Неважно Которым вы помогаете Развиваться Еще раз Очень важно Помогаете не абы как А развиваться У нас Одним из важных Сегодня моментов Является Эффективность Нашей деятельности То есть не просто Мы Помогаем как-то Да Помогать Это очень хорошо Любые формы Помощи Они принципиально хороши Уже Если человек Может что-то отдать Или что-то сделать Для другого Для кого-то Это огромный шаг Ну А какие-то там уже Такие Тертые йоги Уже посмотрят Скажут А Вот лучше бы в развитие Вложил Они тоже знают Какие могут Последствия от помощи То есть Они Закон кармы Уже прочувствовали На собственной шкуре Как говорится Поэтому чаще всего Мы рекомендуем Да еще и потому Что Энергия у нас ограничена Как мы не хотим Мы не можем По факту с вами Как говорится Красиво в писании Помочь всем живым существам Пока не можем Но возможно Когда-то в будущем Будем обладать Таким потенциалом Поэтому сейчас Для того чтобы Двигаться адекватно И двигаться Долго по этому пути Необходимо Вкладывать В свою жизнь Энергию В развитие других То есть Помогать другим В развитии Причем Способов существует Огромное множество Как это делать Самостоятельно Своими руками Ну в коллективе Там и так далее Так Помогать материально Помогать Информационно Каким-то либо еще способом Это тоже очень важно Если вы Считаете Что сейчас У вас нет времени Нет возможности Или еще чего-то Или даже нет денег Чтобы помогать Вот это очень важный момент Который тоже Проверен уже Люди которые Запускают этот процесс Даже находят Какие-то там Средства Или еще что-то Но важно его запустить Что ты Пространство начнешь Передавать То к тебе начнет Возвращаться Сидеть и ждать Что Наступит какой-то Период духовности А проблемы пройдут Не получится То есть Необходимо Приложить усилия Необходимо Перешагнуть Через себя Необходимо Сделать больше Чем привык Именно для того Чтобы преодолеть Эти ограничения Это тоже очень важно Поэтому Будем считать Что Первый этап Мы сделали Сделали шаг И поговорили Немножко О том препятствии Которое нас поджидает Дальше Мы еще к нему И вернемся С вами Буквально через Несколько минут Через 10-15 Уже в разрезе Преподавания йоги Потому что Одно из Тем Которые я хотел Затронуть Это именно Преподавание йоги Почему преподавание И почему йоги Сейчас будем разбираться Еще один важный нюанс Вспомнил Существует мнение Вот хотите Или вы не хотите Оно существует И оно даже У вас внутри В голове существует То что Когда В нашу жизнь Приходят аскезы Ну йога с аскезами Который нам говорит Давай Типа Отказывайся От чувственных удовольствий Аскезы нужны Все-таки Давай там Типа ограничь себя Потому что Иначе Будешь сливать энергию И не будешь развиваться Правильно? Правильно Все об этом знают Конечно все об этом знают Но где-то глубоко Внутри Все равно сидит Этот вопрос Что Ну вот Мне и так не сладко Кто-то тут живется А тут еще предлагают Аскезы И последнее Счастье отнимают Это не так Совсем вообще не так То есть Понимание счастья Существует Условно говоря На двух уровнях Первый уровень счастья Это счастье Вот На нижних чакрах Не важно В общем на каких Не будем Тема вообще отдельной лекции Про чакры Кстати кто Еще не разобрался С чакрами Это вообще Очень интересный вопрос Посмотрите У нас на сайте информацию Или в других лекциях В записях Обязательно Рекомендую разобраться Вы по крайней мере Будете видеть сразу Что где с вами происходит Так вот Общепринятое Понимание счастья Она вот как правило Вот на каких-то Нижних чакрах Не выше серединки Не выше манипур То есть счастье Это чувственное удовольствие Счастье Это какие-то Материальные удовольствия Вот кстати Само слово Духовность Является антагонистом К слову материальность То есть Духовно Это материально Когда человек Хоть на сколько-то Занимают духовные вопросы Его Параллельно с этим Будут Если он двигается Адекватно Уже меньше занимать Материальные А что значит Духовные Вот Понятие дух Например Или понятие Атлан В йоге Это как раз То Какая-то частичка Нас Ну условно говоря Которые мы и стараемся Достучаться С помощью всех этих практик В буддизме вообще существует Такое понятие Что природа просветления Или природа Будды Присуща всем Но только находится Под разным слоем морока У кого-то больше У кого-то меньше А у Будды допустим Его нет У других людей Он есть У какого-нибудь Архата Или святого Он поменьше Чуть-чуть маленький Совсем У человека Который слово йога Еще вообще не слышал У него в этой жизни Такой густой слой морока Через который Сложно очень что-то увидеть Что там действительно В реальности За окном-то происходит То есть человек интересует То, что только внутри У него в комнатке творится Да Какая еда на столе Сколько денег Какие он получит Впечатления От прожитого дня То есть Это Результат работы Результат Да Результат работы Энергии на нижних чакрах Когда вы взаимодействуете Через нижние чакры С миром Причем Вне зависимости от того На каком уровне Находится практик Он эту энергию Она будет протекать Потому что Как говорится Как только вы выходите Из ганги Оно на вас опять напрыгивает То есть Вы можете Избежать ее Только заберев себя В глухой пещере Где-нибудь подальше Но это тоже Совсем не вариант Да и не получится А как только вы Оказываетесь В Современном обществе У вас Все чакры Будут прекрасно работать Но уже переживать Вы будете их По-другому Если Вы направлены На другое И вот такие люди Говорят Да Какие тут аскезы Еще со своими аскезами Мне бы хоть тут На выходных Ну в общем И так далее Но Как только вы Поднимаете свое сознание Вместе с энергией вверх Начинаете думать О другом Начинаете Менять свое состояние Менять себя Вот тут и начинается Самое интересное Тут мы понимаем Что есть Альтернатива Счастью Вот этого Счастью номер один Есть альтернатива Счастью номер два Те же самые Нет не те же самые Другой спектр переживаний Который испытывается Но уже не тут А вот тут То есть уже на верхних чакрах И Эти переживания Могут также доставлять Ощущение удовлетворения От жизни Если только вы на них выйдете Научитесь выходить И научитесь себя на них поддерживать Не научитесь Нижние чакры Вас будут заставлять Стаскивать вниз И Даже если Человек двигается по пути Именно возникает Вот такой застой То есть Человек остается В приятном своем Все потому что С одной стороны Возможно Что-то где-то не проработал С другой стороны Настолько сильные Самскары Которые Крути не крути А человека Действительно Очень сильно мотивируют К тому Чтобы Вернуться к привычному И вот такой Возврат к привычному Происходит Даже у преподавателей йоги То есть Одной ногой Как бы в йоге А другой ногой В привычном Образе жизни Да Это все Уже немножечко Посветлее Поярче Поинтересней Поэкологичней С привкусом Вегетарианства Или сыроедения И Даже со скезами Может быть Но Факт Что Некоторые Наблюдения За Людями Которые Все еще Пытаются Усидеть на двух стульях Они показывают Что Человек Живет не так Эффективно Как мог бы То есть У нее все Для того Чтобы пойти дальше Он этого не делает Так вот Расшифровывая слово Духовность С одной стороны У нас Слово дух С другой стороны Духовное Материальное С другой стороны Эго Эго Это то что Уровень Эгоизма Или уровень Альтруизма Это наверное то что Отличает духовного практика По сути Причем не только То как он себя Позиционирует Но и то как делает Именно Поэтому Вообще Оценивать других людей Не очень хорошо И Естественно Я здесь не даю Таких оценок И даже не хочу Приводить никаких примеров Но Смысла в этом Никакого нет Потому что У всех действительно Разный путь И если где-то Человек не наигрался Не доработал Даже если он Станет крутым Йогом Преподавателем Возвращается К нему потом То чем он Не доигрался И заставляет Его наиграться И отработать Работают уже Все с этим По разному С разной степенью Эффективности И Результативности Но Факт Что Уже то очень хорошо Если человек Думает не о себе А о других Какой бы Оттенок Или окраску Не имела его Йога И не имела его Деятельность И Если он действительно Не скатывается Обратно От того К чему шел От того К чему уходил То не важно В каких Так сказать Декорациях У него происходит Эта йога Важно Какой результат От него получается С точки зрения Для других И важно Насколько ему Удается полностью Раскрыть Свой потенциал Вопросы Поступили Денис Спрашивает Имеет ли Какой-либо Плод Весь этот Процесс Терпеть И прикладывать Усилия Представляется Это как Утопия Цикл за циклом Круговорот Такие Видимо Мысли Потому что Не в тех Сферах Помогаю Очень хороший Вопрос Мы как раз Сейчас Пытаемся Обсудить Плод Благодарю за вопрос Вопрос Очень правильный Вот Имеет ли Плод А что Вы подразумеваете Под словом Плод Вот я бы хотел Спросить Сначала То есть Чего вы хотите Добиться И когда Вы это Хотите Добиться Ведь Давайте Назад Чуть Вернемся И К тому О чем Мы постоянно Обсуждаем Ну Здесь На йоговолне Возможно Каждый раз Но вы участники Поэтому Давайте Еще раз Обсудим Вот если Вы посмотрите На множество 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 Жизнь У вас Получается Как Что Вы Сейчас Ум Он так устроен Что Я что-то сделал И мне что-то за это должно быть Правильно Правильно Он что-то за это хочет Я Терпел А теперь Дайте мне конфетку А конфетки нет Как так И все И человек говорит Вы меня обманываете Вы сказали Аскезы Будет результат А результата Нет Но друзья Поймите пожалуйста Что Эта работа Манибуро-чакра Не более того Привязанность К результату Является Колоссальным Тормозом На пути развития Результат Вообще Есть такая По-моему Притча Или поговорка Которая говорит Что результат Приходит только тогда Когда ты Этого результата Перестаешь ждать До тех пор Ум будет придумывать Такие вещи Как Вот Мне обещали Результата И его нет А я хотел Именно такой А получился другой А я все-все Жду А его нету Вот Очень хорошая Очень хорошая Иллюстрация Это На ретритах Когда люди сидят Вот они сидят И ждут Ждут А когда же Когда же Когда же Она придет Когда же Она наконец-то Наступит Я же так терплю У меня очень сильно Болят ноги Я же вообще Приехал сюда Зачем-то В принципе Это очень хорошая Иллюстрация Она так и происходит Ведь Прикладывать усилия Это процесс Неприятный Ни мучения Естественно Никакие Ни Как говорится Ни самовечивание Но факт Что аскез Это определенное Преодоление Не преодолевая Ничего не будет Как говорится Мы можем позволить То есть Что кто-то Тебя похвалит И по головке Погладит Или Не знаю Я занимаюсь Я хочу там Под маслом Или что там Еще Самоконас На шпагат Хочу Я сейчас буду Прикладывать И так далее Да Возможно Но мы не можем Заранее знать Сколько нам надо Прикладывать усилий Чтобы чего-то добиться Поэтому Лучший рецепт Для умственной Умственной стабильности Это Не Ориентироваться на результат Когда он будет Нужно ориентироваться На качество результата Это да Нужно Нужно Контролировать Качество своей деятельности Чтобы результат Действительно был Наиболее хорошим То есть Если вы Уже решили Сделать что-то Так делайте Так чтобы это Получилось качественно Если решили Помогайте Так помогайте По полной программе И Если Эта мысль У вас Все-таки Застрянет Что Никто Никто Не хвалит Никто Не благодарит То Это очень опасная мысль Она может Всю вашу практику Разрушить И свести на нет И наоборот В йоге есть Понятие удовлетворенности А там еще и другие Есть понятия Но тут Схожие Понятие удовлетворенности То есть Нужно Быть Довольным тем Что имеешь Это не совсем Про То что мы говорим Но и это тоже так То есть Это Как говорится Рецепт умственного покоя Иначе Если Какая Это же По сути Эгоистичная мысль Ожидание результата Надо это понимать И это Эгоистичная мысль Может в конце концов Разрушить всю практику Поэтому Если возможно Постарайтесь Относиться С пониманием К тому Что результат может быть Не такой Не тогда Когда Когда ваш ум Решил Но он Но при условии Если вы По честному Альтруистично Прикладываете усилия То когда-то Этот результат Не замедлит быть И пусть он будет Даже не в этой жизни Я понимаю Что Говорю Очень странные Возможно Для кого-то вещи Но это Очень сложно Это невозможно Проверить Только если Самостоятельно Погрузившись В это невозможно Поверить Пока самостоятельно Не проверить Или пока Вы не вспомните Это Но тем не менее Если такие вопросы Возникают То надо найти На них ответ Пока вы не найдете Ответ на них Они будут являться Определенным препятствием Надеюсь Ответил на ваш вопрос А в каких сферах Помогаете Да Не знаю В каких Но старайтесь Так чтобы Это людям На развитие шло И есть множество Примеров Что это работает Уже в этой жизни Еще один вопрос Как еще Виталий задает Как еще Помогать людям Развиваться В дополнении Самого преподавания йоги И передачи знаний Как помогать В соответствии С кармой йогой Чтобы действовать В акарме Вместо векармы И позитивной Долговой кармы Ну как в акарме Вот Если вы У нас на курсах были То мы с вами Там обсуждали Про акарму И В других лекциях Тоже сто процентов Говорили про акарму Акарма Это когда Не ваш ум Что-то придумал И пошел причинять добро А когда Вы делаете то Что Необходимо Действительно Для других Вот Наверное в этом разница То есть Это не Ваша воля А Вот сейчас Без пафоса никак Воля вселенной Почему я так говорю Без пафоса никак Потому что Ну это Иногда Приобретает Очень такие Смешные формы Когда человек Говорит Я все понял Вы что тут Мне рассказываете Я реализую Волю вселенной А вы тут Мне про карму Рассказываете И все И человек ушел Далеко и надолго От того пути Куда изначально Стремился Но тем не менее Это действительно так То есть А карма Она будет На том уровне А карма Это очень круто Она будет На том уровне Когда У вас будет Настолько развита Тонкое Понимание реальности Когда вы будете Понимать Что это не вы Придумали А что это Вот происходит И вам это Нужно реализовать Для других Но На данном этапе Нам скорее всего Сильно об этом Заморачиваться Не нужно Потому что Если заморачиваться То как раз Очень Существует Вероятность Что мы Вдруг Неожиданно Просветлеем Все осознаем И объявим Себя Освободившимися От условностей Непривязанными Или вот Какие еще есть Еще такие слова Полипопулярные И тогда Все Начнешь Реализовать Волю Всевышнего По полной программе И будет казаться Что ты все делаешь Очень правильно Как помогать Дополнение Передачи Преподавание Передачи знаний Ну как помогать Это один из самых Лучших способов Если вы становитесь Преподавателем йоги И начинаете Что-то подобное Рассказывать людям Чтобы они Просыпались И дальше двигались Как еще помогать Если вы уже Состоявшийся Преподаватель йоги И Если у вас Много занимающихся Так прекрасно А если у вас еще При этом много энергии И есть желание Помогать Пишите Пожалуйста В личку Нам Мы Сможем вам Предложить Куда применить Вашу энергию Надеюсь Ты уже ответил на вопрос То есть Если чувствуете Что вы уже Несете знания Помогаете Но энергии еще много И не знаете Как помочь У нас есть ряд Определенных Вещей Которых Если вы нам Поможете Мы будем Только вам признательны То есть Вещей Которые Именно То чем мы Занимаемся В клубе Стараемся Распространить Знания Тем или иным Образом И В общем Дел много Поэтому Если Есть желание Как то Поспособствовать Мы только Будем рады Так Друзья Мы с вами Кое что Рассмотрели Но Время осталось Не очень много И я хотел Чуть Надеюсь Вот с этим Разобрались Хотя Таких вот Ничего конечно Трагичного В этом нет Что человек Так Это как это А сам Брахмасми Я есть Брахман Я есть Воля Всевышнего Или что то еще И влез До подрала По карме Как говорится Видимо Где то было Такое Что такую ситуацию Он создавал Что к нему Такой морг Пришел Как с этим Справляются люди По разному Но Самое Наверное Надежное Это Круг общения Единомышленники Которые могут помочь Иногда Но не всегда Жизнь она учит так Что Люди могут Пойти своим путем Донакапливать тот опыт Доигрывать те игры Которых не доиграли И с этим Иногда уже ничего не поделаешь Единственное Что можно Можно сделать С пониманием Относиться К этим людям И все таки Мы Можем оказаться На разных местах В следующих Воплощениях Не первый раз Встречаемся Не первый раз Встретимся Поэтому Чем дольше Нам удастся На этом пути Сотрудничать Тем будет лучше Для всех Так вот Если мы уже О преподавательском курсе Затронули речь Хотя и так Про него хотел сказать Это Одна из самых Эффективных Моделей Сейчас И я это уже Говорю От себя Потому что Я на этом пути Какое-то время Нахожусь И То о чем я Говорю Обычно Я стараюсь говорить То Что я Как говорится На себе Прочувствовал Поначалу Да Когда Только-только Познакомился С йогой Ну тогда Вот у меня Были интересные Темы Насчет питания Эксперименты Которые тоже были полезны Они привели к чему-то Но чем дальше В это увлекаешься Тем больше Понимаешь Во всяком случае Тот путь По которому я иду Те люди С которыми я в этой жизни Снова встретился И Тот путь По которому мы идем Можно сказать И вы тоже Наверное Это путь Служения А те Концепции Которые Клуб сейчас Продвигает Это Альтруизм И служение И вот чем дальше Ты по ним Продвигаешься Тем больше Понимаешь Что Все Сомнения Вопросы Заморочки Трудности Это Лишь Определенные Временные Препятствия Которые Когда Отодвигаются На время В сторону С течением Времени Опыт Показывает Что ты Действительно Движешься По правильному Пути И вот то Что я вам говорю Постепенно Проверяю На опыте Почему Преподавательский Курс Я расскажу На преподавательском Курсе У нас Будет Много Всего Это И Асаны Это не значит Что преподавательский Курс Там После него Вы Выйдете С обетом Нести Знания Или Не знаю Тут же Пойти Преподавать Хатха-йогу Хотя Мотивация У людей Невероятно Сильная Кстати Одной Из мотиваций Моих Прочитать Эту лекцию Вам Был Вот Только что Прошедший Преподавательский Курс Интенсивный В июле Была Очень хорошая Группа Большая Хорошая Группа Дружно Преподавателей Я своими Глазами Видел Как у людей Меняется Мотивация За две Недели Всего Надеюсь Что У них Эти мотивации Дальше Сохранятся Во всяком Случае Мы Старались И Это Невероятно Вдохновляет И Дает Понимание Что Да Действительно Это То Что Нужно Хотя Этот Вопрос Я уже На каждом Курсе Так Я вижу Что Год от Года Приходят Люди Которые Действительно Могут Что-то Качественно Изменить В своей Жизни И Делают Это Так Вот Естественно У нас Будет С вами И На курсе И Асаны Хатха-йога Там Пранаяма Шаткарма Очистительной Техники Там Что еще Будет Медитативной Техники Что-то Еще То есть Будет Определенный Инструментарий Который Как минимум Можно начать К себе Применять И Который Вы будете Преподавать Если У вас Будет На то Возможность Также На этом Преподавательском Курсе Вам Именно Удастся Подключиться К этому Мотиватору К определенному Потому что Самостоятельно Бывает Довольно Сложность А что-то Заставить Делать Но Когда Ты Движешься Поначалу Особенно Это очень важно Когда ты Движешься В коллективе Да и потом Тоже Важно Будет Потому что Ребята Потом Тоже Организуются В группы И движутся Дальше Уже Коллективом И Как показывает Опыт Двигаться Надежней И Проще Не проще А легче Сложность Это не будут Всегда Так вот Тот период Который Будет Проходить Курс Он За этот Период Способен Он За этот Период Есть Вероятность Что Ваша Мотивация Постепенно Начнут Меняться Если Вы Действительно Будете Заниматься Особенно Полугодовом Курсе Потому что Немножко Дольше Но там И по-другому Распределена Нагрузка Для чего Надеюсь Мы с вами Разобрали Потому что Преподаватель йоги Даже если У него Много Социальных Обязанностей Если Он Преподаватель йоги Не беру Как должность А имеют Человек Который Закончил Преподавательские Курсы Некоторые Идут С одной Мотивацией Разобраться Что Что Это За Юга Такая А Выходят С другой Мотивацией Уже То есть У них Уже Мотивация Альтруистическая То есть Не просто Разобраться А происходит Это по Все той же Причине Потому что Включаются Некоторые Наработки Из прошлого Как они Будут Реализовываться Дальше Уже Зависит Только От человека Насколько Он Сможет Перетерпеть Свои Ограничения И насколько Сможет Прикладывать Усилия На пути Служения На духовном Пути Именно И Ну почему Важно Потому что Вот допустим Выходим мы На К определенный Урин развития И чтобы Двигаться Дальше Нам необходимо Будет Накапливать Благодарности А накапливать Благодарности Причем Накапливать Не для того Чтобы накапливать А накапливать Для того Чтобы дальше Вкладывать То есть Вы запускаете Определенный Процесс На котором Основывается В принципе Все развитие Во вселенной То есть В силу непостоянства Разрушаться Все будет само Но созидаться Будет лишь Все усилиями Тех людей Которые Эти усилия Прикладывают Там не знаю Людей Существ Бодхисат Не важно То есть Усилиями Прикладывающих Людей Поэтому Будете ли вы Частью Деградационных Процессов Или будете вы Частью Созидательных Процессов Целиком И полностью Исключительно Зависит Только от вас И от того Что вы делаете Уже сейчас Не важно Когда будет результат В этой жизни Или в следующей Ведь в следующей жизни Результат будет Ровно такой Который вы будете Нарабатывать в этом Если вы Сможете в этой жизни Не тормозить Что называется Не останавливаться То Лучше будет результат В следующем И в следующих Воплощениях И это тоже важно Потому что Все течет Течет Вперед постепенно То что вы делаете Сейчас Будет непосредственно Значение иметь Уже в следующий момент Не говоря О следующей жизни Курс Да Курс Очень хорошо Помогает Очень хорошо Помогает На этом пути Закрепиться В первую очередь И понять Для чего Этот путь Так что Если есть возможность Приходите Пожалуйста Будем Очень подробно С вами обсуждать И стараться Вас мотивировать Чтобы двигаться Именно на духовном пути Не по форме А по сути И если вам удастся На этом пути Закрепиться То дальше У вас уже Никакая форма Так сказать Внешняя канва Надеюсь Не сможет С этого пути свернуть С вами был Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok